Слушайте, тут в минувшие выходные исполнилось 9 дней выдающемуся советскому космонавту Алексею Леонову. 11 октября этот человек умер. Действительно большой космонавт, герой Советского Союза. Не только Советского Союза, но его весь мир знает, потому что его можно сопоставить, наверное, с Юрием Гагарином. Это человек, который впервые вообще в мировой истории вышел в открытый космос. Весь мир тогда обалдел. Причем, если кто не в курсе, там было огромное количество сложностей. У него порвался скафандр. Это уже во-вторых, потому что, во-первых, они полетели раньше, чем планировалось, хотели обогнать американцев. Порвался скафандр. Потом он не мог попасть обратно в летательный аппарат. Там были большие сложности. Произошла утечка кислорода, они там чуть не отравились. В конце концов, сели куда-то никуда, не туда. Их несколько дней искали, они чуть не замерзли в тайге. То есть, люди настоящие герои. Этим человеком восхищался весь мир. Вот 11 октября великий космонавт от нас ушел. Поразило то, что в день похорон ни президента, ни председателя правительства Медведева на похоронах не было. Они не нашли времени, чтобы приехать проститься с этим человеком. Коллеги Леонова из США прилетели. Там был один дед, которому почти 90 лет. Он еле ноги переставляют. Он пересек океан, два континента. Чтобы проститься с этим человеком, никто из наших великих даже не почесался. А в минувшие выходные, повторюсь, 9 дней было ни словом, ни полсловом. Зато об Украине, везде, по всем каналам, где там одной строкой что-то дали, великий космонавт ушел. Мы постоянно кричим, дорогие скрипоносцы, о каком-то своем величии. Потому что мы гордимся, гордимся, что мы какие-то такие у нас большие духовные скрепы. Ребят, не смешите мои тапочки. Все, вы врете. Нет у вас никаких скреп, нет у вас ничего святого. И президенту, вашему главному скрипоносцу, наплевать. Он просто вам врет, рассказывает сказки. Ему неинтересно, ничего. Он даже доиграть эту пьесу не может. И лидеру Единой России, Медведеву, точно так же наплевать. Он только может где-то красиво что-то сказать по телевизору, когда это надо, по написанному тексту. И пропагандисты такие же вруны. Врете вы все. Нет у вас никаких скреп, нет у вас ничего святого. И вот эта вот ситуация с Леоновым, она является еще одним хрен знает каким по счету тому доказательством. Удачного дня, пока.